здравствуйте дорогие друзья и вновь передача просто о вере и вновь я ее ведущий священник сергий рыбаков мы с вами встречались буквально позавчера на празднике рождества а сегодня 9 января понедельник 1 2 правильно второй день святок второй день святочных дней дней когда мы их освещаем и выделяем для празднования рождества и по моему в преамбуле как раз к рождественской нашей встречи я упомяну про калятки и про то как в общем-то нас праздник рождества вообще учит праздновать любой праздник ну то есть как бы это такое праздников праздник учит нас правильно его отмечать правильным образом освещать время и пространство этим празднованием и мы договорились о том что мы поговорим да вот про привычные святочные калядования как они вообще возникли и что на самом деле является такой богословской сердцевиной такого празднования ну потому что но не просто ж так люди вдруг решили что можно ходить по домам стучать в дверь раскрывать свои мешки и вообще ну вы можете себе представить какой-нибудь другой день в году когда к вам постучались в дом и говорят дай к нам от вашего стола и это воспримется нормально только праздник рождества нам такую возможность дает вот что в сердцевине богословского важного таится в этих практиках калядования поговорим с отцом николаем зининым отец николай здравствуйте раз ты с праздником спасибо и вас тоже ну просто я в до для наших телезрителей откроем некоторую кухню нашей сегодняшней встречи когда вы мне вы мне предложили поговорить про калядки я посмотрел мягко говоря с таким скепсисом не понял чего про калядки на счетом обсуждает там как бы их надо петь наверное надо познакомить с каким-то материалом наших телезрителей и поэтому мы договорились что я сегодня условно говоря объявляю день свободного микрофона вот мне очень интересно послушать что для вас сущностно важного в этих кальдованиях но для того чтобы опять же все таки как-то бросить эту гранату вот и и дать вам слово в этого медведя да я скажу что вот для меня в во всех этих практиках сущностно важного мне вот кажется а там уж вы меня поправить или может быть если не поправить и согласитесь но расскажите как трансформировались калядки вот мне кажется изначально праздник рождества неукоснительно связан с идеей гостеприимства ну потому что идет святое семейство им не находится нигде место с идеей щедрости потому что идут волхвы несут какие-то дары и подарки приходит вообще какой-то ангельский хор приходит пастушеский хор и поэтому неукоснительно тема гостеприимства тема щедрости на тема милосердия это то что мы условно говоря на воспринимаем из этого праздника и одновременно тема некоторой уязвимости. Ну, потому что младенец очень уязвим. И обретение некоторой такой взрослости, когда мы уязвимого младенца, призваны взять на руки. Вот для меня это главная тема. Богословское содержание всех наших хождений по дома. Как правило, детские хоры там поют. Вот коляда, коляда, отворяйте ворота и прочее, прочее. И одна из самых любимых, почти ставших жанровой колядок, это щедрый вечер, добрый вечер и добрый вечер, Тоби, ласковый хозяин. То есть это какое-то вхождение в дом. Но интересно, что здесь же одновременно культурологически возникает преграда двери, вот, за которой щедрый или скупой хозяин, к нему стучаться, он думает, открывать или не открывать. А открыв что дать? Мешок карамелек, который я уже год не могу съесть? Или все-таки облагодетельно свидетельствовать щедро тех, кто постучался? А у тех, кто по другую сторону двери только и надежда на то, что откроет не скупой, а щедрый, не жадный, не скряга, а гостеприимный. Ну, то есть вот это красивые, как бы, такие богословские смыслы. Ну, а о чем вы-то хотели нам рассказать? А не красивых. Некрасивых смыслов калядований. А не богословских. Вообще, интересная традиция, с этого вы начали программу, что этот праздник как бы выбивается из ряда христианских праздников, в том смысле, что он таким вот антуражем, причем антуражем явно как бы языческого происхождения, и поэтому, видимо, церковь-то с этим и боролась в Средневековье. Еще примечательный тот факт, что из тех калядок, что вы вспомнили, в основном все украинские тексты. Вот. Я читал, что это обусловно тем, что в московском государстве более жестко это все пресекалось. То есть вот в южных областях России, на Украине, там в Румынии, Болгарии это было менее так подавляемо и больше дожило до наших дней. Вот. Что... Давайте кратко историю посмотрим, потому что есть, конечно, такие, ну, неисторические точки зрения, да. Понятно, что день зимнего солнцестояния, когда самый короткий день в году, он и у язычников тоже как-то празднулся, отмечался, потому что все вот эти лунные, солнечные циклы, они как бы изначально тоже как бы такая база религиозная, да, языческая изначально. Вот. Калядки, каледа, да, это скорее всего, то есть там разные есть версии происхождения слова, скорее всего, это от римского календа. Календа это... От этого римского слова произошло наше слово календарь, а это был праздник, ну, Нового года, да. Нового года, который как раз, в принципе, и приходился где-то в декабре, вот. Что, соответственно, не только слово каледа было заимствовано нашими предками, но и многие обычаи греко-римской культуры тоже. И вот одним из таких там массовых и знаковых гуляний, это были Сатурналии. Многие ученые проводят прямую параллель с нашими, с вот восточнославянскими календованиями, которые были в это время тоже. И Сатурналии, это, конечно, такие вещи были, то есть, с точки зрения, скажем, современного человека, непристойные, крайне непристойные. Но в защиту, как бы, этой практики можно сказать, что социальное устройство, вот, античное средневековое, оно было крайне структурировано, крайне ограничено. То есть, человеческая психика, ну, как бы, с трудом это все выдерживало. Ну, это примерно, например, как какие-нибудь там классовые страты, жесткие, как в Индии, например, эти, как они называются, то у них социальные статусы. Касты, страты, стратификации. Кастовая, вот, например, система, говорит, человек, ну, никак не мог выбиться, как что-то, да. То есть, и вот, нечто подобное, то есть, может быть, даже в боли какой-то закрепощенной, да, то есть, большой прослойка рабов, которые, в принципе, были лишены права. Я вот читал про Сатурнали, и там в Риме, значит, рабам давали значки свободных на это время, на время Сатурнали. То есть, чтобы человек себя не чувствовал вот ущербным хотя бы несколько раз в году, там, несколько дней в году. И Сатурнали проходили, то есть, там, ну, там, конечно, и сексуальные были различные вот перверсии, то есть, там, мальчики одевались девочками, девочки одевались мальчиками. То есть, менялась, переворачивалась властная пирамида, властная структура. То есть, тот, кто стоял во главе, там, он становился таким же, как обычный. Выбирались цари, там, и царицы праздников, которые становились, которые могли быть тоже, вот, рабами, там, какими-то. То есть, вот эта вот перемешка социальных стратов, там, половых стратов, то есть, она помогала сохранять стабильность общества на тот момент. То есть, потому что, ну, это как, вот, знаете, как тектонические плиты, там, я не знаю, извержение вулканов, вот, чтобы не допускать каких-то серьезных катаклизмов в социуме, вот, как-то общество так приспособилось, что вот были несколько, причем, они были там не только именно, вот, там, на день зимнего, то есть, они и летом там могли быть, то есть, это, ну, это несколько раз в году, вот, оно было. Ну, то, что вы рассказываете, очень похоже на Бахтина с его средневековым смехом, вот, и карнавальной культурой. Да, это карнавальная, отсюда карнавальная культура тоже пошла, вот, вот, но это уже было, как бы, как бы, восприятие христианское, а оно понятно, что христианство входило в культуру народов, как бы, путем инкультурации, то есть, мы берем культуру, какая есть, и ее возделываем, да, вот, вот, само слово культура, возделывание земли, вот, этой почвы, а почва-то, ну, а, понятно, была такая, поэтому у нас и праздник Рождества Христова приходится, кстати, у нас тоже на 25 декабря, просто у нас разница в календарях, да, по старому стилю, вот, оно тоже приходится именно на эти дни, потому что они были знаковые для людей той культуры, куда пришло христианство, и, соответственно, вот эти калядования, да, праздники, связанные с калядой, там, с новолетием, они тоже пришли, и христианство поначалу, оно, как бы, в это все, в грубой форме тоже, как бы, пыталось инкультурировать, да, вот, но где-то с века, с 14-го, возможно, чуть раньше, начинается именно попытка священноначалия как-то это дело прекратить, потому что, кстати, вот, то, что я говорил о сатурнальных, да, оно наблюдается и в рассказах о наших калядках, да, когда, например, тулуп одевался наружу шестью, да, то есть, ты уже берешь, как бы, действительность, реальность, и выворачиваешь ее наизнанку, вот эти вот знаки, эти символы, как бы, калядок, они, вот они наследуют знаки вот этих сатурналей, то есть, надо взять реальность и вывернуть ее наизнанку, и пожить в этой изнанке, чтобы потом, а следующий, как бы, остаток года жить спокойно уже, как бы, не мучаясь вот этими, с тьми, по хосьми, я читал какую-то статью, вот, краткую про калядки, и там говорил, что отличительные признаки, значит, вот выворачивание тулупа наружу, девушки одевались парнями, как бы, может быть, это и не сопровождалось какими-то сексуальными, там, связями, скажем так, в более позднее время, да, но это остаток вот от того, как это было изначально. Животные маски. Да, животные маски, кто-то оделся козой, кто-то оделся быком, понятно, что это могло сопровождаться вот именно какой-то вседозволенности, потому что маска, это символ вседозволенности, то есть, эта маска скрывает меня, и это были дни реально, когда потом тебе бы это не попомнили, то есть, это дни, когда можно сделать что-то против, хотя бы что-то. И наоборот, если ты это все попытаешься сделать в какое-то другое время года, это будет как раз скандалом. В другое время года даже меньше. Что еще там подчеркивалось в этой статье? Какие-то вихляния, какие-то телодвижения. Ведь насколько это было закрепощенность. То есть лишнего телодвижения человек не мог сделать в обыденной жизни. Это уже предосудительно как-то жестко каралось социумом. И понятно, что в этой ситуации выход какой-то пары, он просто был необходим. Мы даже не можем осознать, насколько. То есть когда мы читаем какие-то вещи про Сатурнале, думаешь, ну как такое вообще возможно было? То есть настолько вот эти властные пирамиды переворачивались, что просто там, ну, в это трудно на самом деле поверить. А ведь, между прочим, традиция купаться в проруби на крещение напрямую, по крайней мере в нашей стране, связана с вот этими переодеваниями. То есть у Булгакова, по-моему, как раз, который отец Сергий, в настольной книге прописано, кто должен купаться в проруби. То есть не все ломились на прорубь, окупались ровно те, кто надевал на себя животную личину, кто как раз с вывернутым мехом ходил. Те, которые как бы... Понятно, да, а вроде бы читаешь, когда так, а что такого? Ну я надел там маску животному, побегал, повеселился. В принципе, это же не предосудительно. Но если знать как бы подоплёку языческую, что это сопровождало, то есть если я надел маску или выверну, то есть я уже как бы подавал знак, что со мной можно это всё что угодно делать, я тоже могу. То есть понятно, что эти прещения церковные, они касались не самих масок там и переодеваний, а именно той подоплёки, которая за этим шла. И на самом деле получается, что вот в Центральной России более как бы, скажем так, церковные власти поработали, да, и этот элемент был настолько как бы запрещен, что даже колядок мало что сохранилось. Вот. В Южных областях с этим было проще. Видимо там в силу темперамента какого-то более мягкого, да, более какого-то мягкого отношения к жизни вследствие там климатических условий, более благоприятных для жизни. Вот. Но если мы вот так вот эту историю прокрутим и посмотрим, да, но с другой стороны, как бы мы какие можем... Понятно, есть для нас явные минусы, то есть наша культура такое поведение уже не принимает. То есть наша культура, выросшая вот из средневекового также и античного как бы слоя, имеет больше, скажем так, моментов выхлопа, да, для социума, когда люди могут сохранить как бы стабильность своей психики благодаря каким-то там другим практикам, менее, скажем так, предусудительным. Хотя есть как бы предусудительные тоже, да. Вот. Но при этом, при этом как бы и дней таких нет. Нет, ну то есть, а потребность в этом все равно какая-то есть, да. То есть вот мы даже, когда сталкиваемся с чисто формой, которая уже лишена, скажем, вот такого животного, языческого содержания, когда именно это сопровождалось каким-то прям невоздержанием половой жизни и так далее, нас все равно это как-то манит, привлекает. Вот эта возможность повеселиться, подурачиться, побыть ребенком, побыть там не в своей шкуре, да, там пусть даже и с маской как-то, да, это все равно интересно, это как бы людей привлекает. И я думаю, что в этом на самом деле какой-то социально значимый смысл тоже есть. То есть вот эта возможность выхлопа, возможность, когда батюшка вместе с прихожанами поет на улице песни, вот эти калятки, да, что-то вот так вот, как бы, доступность как бы, да, это доступность для общения, доступность для радости, открытое проживание этой радости. То есть то, чего нам на самом деле не хватает. Вот у нас настолько как бы сильно, тут как бы не только даже вот за советский период, да, русского человека отучили от песни. То есть если раньше какие-то путешественники, они отмечали, что и жизнь, и быт, и работа, и отдых русского человека, оно сочеталось с песней. И это на самом деле так вот как бы нам близко. А в общественном пространстве мы не наблюдаем, чтобы кто-то там раз в троллейбусе запил, например, да, или в трамвае. Слушайте, я так никогда на калятки не смотрел. А теперь вот понимаю, что калятки, например, могут быть, ну, каляточные вот эти все хождения, на них можно посмотреть с точки зрения, ну, такого антропологического наблюдения, да. То есть, условно говоря, а чего не хватает в обществе? А вот посмотри. Ну, да, какой-то вот, и вот этот, и этот именно же, вот нам же как, вот как вот русский человек, да, не только там на крещение выпить святой водицы, но и окунуться в нее, и в ледяную желательно. То есть вот этот размах так называемой русской души, да. И когда у нас праздник у христиан, нам как бы тоже хочется вот так вот немножко размахнуться и сказать, люди, смотрите, это же на самом деле весело, это классно, Христос родился, давайте мы вам споем. И вы вместе с нами. И мы с вами помним, да, когда вот я участвовал на приходе, то есть какой-то отклик такой живой, люди улыбаются, людям хочется петь, хочется вот этого размаха души, которые как-то вот сжали, скупожили и советские годы, и годы войн вот этих каких-то бесконечных. И вот дать этот выхлоп, да, вот пусть хотя бы легитимный в святке, да, без каких-то вот дополнительных там антуражей, это тоже важно. И кроме того, это как бы один из аспектов таких, я считаю, социально значимых для нашего общества. Нам не хватает вот праздника такого, где не просто я где-то закрылся и попраздновал, а где я праздную и люди, ну это вот как там, я не знаю, вы смотрели кадры, Аргентина победила там в чемпионате мира по футболу вот месяц назад, да, там, скажем. И когда команду встречали в столице, там 4 миллиона человек вышел на улицу, автобус не смог ехать. То есть все, да, там, живое поле людей, вот какой-то вот, вот этот вот, именно радость поделиться, радость, что на самом деле, смотрите, как здорово. Который, кстати говоря, российскому обществу очень не хватает. Да, и у нас это тоже есть потенциал, да, когда наша сборная там выигрывала испанцев команду, какой это был на самом деле, вот пойдем. Это даже интересно, я, вот может мы немножко в топ, но пока есть исследования, которые показывают, что когда твоя команда побеждает, вот за которую ты болеешь, у тебя увеличивается тестостерон в крови. То есть насколько мы зависимы, ну то есть он влечет и дальше, то есть это не только там половой, скажем, гормон, он по цепочке и к гормонам радости ведет, и вообще к деятельности какой-то. То есть насколько мы на самом деле зависимы вот от социальных каких-то игр. И вот если в этом разрезе, то колядка как социальная игра. И одновременно это какое-то удивительное открытие того, что если дом не для того, чтобы в него пригласить гостей, то зачем такой дом? Если пир в одного, мы не помним, мы с вами или не с вами, я не помню уже с кем я обсуждал эту тему, мне очень понравилась гипотеза Максима Калинина, это такой уже известный сиролог, а нам он дорог, потому что мы с ним учились в одной семинарии, чуть ли не в соседних кельях спали, а сейчас это там в Москве достаточно популярный человек, который пишет предисловие к книге Седоковой. Вот. И он, значит, интересную гипотезу выдвинул, что греховно или не греховно, а, я вспомнил, мы с вами на диспуте это обсуждали в нашем храме, греховно то или иное, то есть греховность того или иного явления определяется тем, способен ли я, например, это разделить с другим. Ну, смысл такой. Например, встает вопрос, на Новый год у всех встал вопрос, а можно ли вот праздновать Новый год, есть этот тазик оливье? Ответ. Если ты сидишь перед телеком и в одного съедаешь тазик оливье, это грех. Но если ты способен разделить через диалог и любовь этот тазик оливье с любимыми, то как бы греховность самого вот этого пиршества, она снимается. Вот. Если это выводит к некому сиянию общечеловеческой радости, то значит, это не может быть греховным. Вот. Если от этого никто не страдает. Да. То есть, например, когда я даже с вами, допустим, мы сядем и вдвоем будем есть тазик оливье и запивать это все литрами студеной, а потом после этого начнем громко там, не знаю, петь, а снизу у нас будут, например, спать дети там какой-нибудь многодетной семьи, и они не будут спать из-за нашего топота, то это греховный праздник. Они не могут с нами его разделить. Они не могут с нами его разделить. Больше того, они не радуются нашей разделенности. Вот. И в этом смысле, конечно, то, что вы говорите про калятки и какое-то такое измерение, ведь действительно, а как ты можешь отпраздновать праздник Рождества, а потом впоследствии, да, если мы говорим, что Рождество учит нас праздновать и все остальные праздники, как ты можешь отметить праздник Пасхи в одного? Сидеть перед телевизором и петь калятку в самому себе. Скажем, получается, что мы, кроме того, что это социально значимо, чтобы поделиться радостью, как-то попеть вместе в общественном пространстве, это еще и расширение церкви. Потому что мы не можем там с чашей ходить и радоваться, что вот у нас Рождество. Но мы можем, причастившись, как будучи солью земли, эту радость вынести за стены. Потому что люди по разным причинам могут к нам не прийти на службу. Но как это, тогда служба придет к вам, мы с вами, ну, как бы, или, по крайней мере, мы просто даже не навязывая ничего поделимся с вами. И тот, кто, ну, как бы, у кого есть потенциал радости, он порадуется с нами. То есть вот это ценно. Кроме того, я еще подумал, что есть вот именно в таких, как бы, колядованиях, когда мы ходим там по квартирам, дети в основном и собирают вкусности, да. То есть тут еще социально значимый аспект именно общения. Мы порой не знаем, кто в нашем подъезде живет. Особенно если в этом подъезде 24 там этажа, скажем, да. Попробуй всех там узнать. И вот этот момент общения, взаимодействия, узнавания друг друга, тот тоже очень важный, которого тоже очень не хватает. И вот эти смыслы, как бы, объединяя, получается, что вот справедливо там святители 14, 15, 16 веков боролись с колядками. Но также справедливо сейчас, возможно, церковь должна бороться за то, чтобы они были. И чтобы вот это общение между людьми, этот выход праздника наружу, как бы, потому что радость, которая есть, она не может внутри укрыться. А если мы искусственно ее укрываем только рамками храмового богослужения, значит, мы ее просто хороним, как вы правильно сказали. Если ты не можешь поделиться радостью, то ты остаешься с этим тазиком один на один. И это уже, как бы, и не радость. В принципе-то, да. Если ты укрыл праздник храмовыми стенами, там повеселился, а потом вышел в эту, как бы, обыденность, в эту серость, в эту повседневность, то ты, как бы, на этом праздник и похоронил. А вот эта вот историческая память, что святки, что они длятся, что праздник длится, вот это вот попраздненство как раз, и Рождество, и Пасхи, которые еще более должны длиться, в принципе, оно как такое напоминание о том, что если сам праздник Рождества – это место Евхаристии, да, как эпицентр, то святки с их калятками, песнями – это уже, скажем так, сияние этого праздника вовне. Не знаю, легитимно ли я сейчас вообще законно, не богохульствую ли я, но у меня сейчас почему-то вдруг вспомнился Зигмунд Фрейд с Эросом и Танатосом. Я вообще подумал, что в человеке нарастает определенная творческая энергийность. Вот. То есть это какая-то такая энергия, которая, ну, как вот мне понравился тоже ваш образ, метафора выпускания такого пара. То есть иногда полезно крышечку-то приподнимать, иначе она там начинает трястись, а потом вода эта льется из... Рано, если еще есть куда вылиться, а то вот есть же водонагреватели, да, и там есть как бы аварийный клапан. Да, и он просто разрывает. Он просто разорвет бак, да. Вот. Я вот вдруг сейчас понимаю, что, может быть, вот все, что сейчас происходит в мире, оно как раз тоже индикатор того, что мы долгое время не умели радоваться. Мы не умели вот эту вот энергию накопленности, накапливающуюся энергию... Как-то в мирное русло ее... Да, взять ее и в сторону Эроса. Потому что Эрос, ну, это у Зигмунда Фрейдова несколько так грубовато, что все только секса, патологии и прочее, там, либидности и прочее, прочее. Вообще-то, любовь, Эрос, это то, что связано, ну, как бы, семантически связано с творением, с появлением нового, с рождением, там, и так далее. И если бы мы, может быть, учились бы эту энергию направлять именно в радость, когда я способен распахнуть двери своего дома, когда я способен выйти на улицу и, помню, году так в 2012-м, что ли, 2013-м был какой-то очень популярный флэш-поп. Флэш-моб назывался... Флэш-поп. Интересная оговорочка по Фрейду. Флэш-моб, который назывался Free Hacks. На свободное объятие. То есть, когда человек либо выходил для того, чтобы эти объятия дать тому, кто в них нуждается, либо выходил для того, чтобы, ну, как бы, манифестировать свою нужду в этих объятиях. Обнимите меня хоть кто-нибудь. Вот мне кажется, что калятки, вот это вот пение... Социальные такие объятия. Такие социальные объятия, да, которые способны, например, разрядить. Ты там идешь в уныние, у тебя там тоска, у тебя там нарастает агрессия, злоба. Дай, что ли я тебя обниму? Ты что такой холодный? Вот и раз, и человек обмяк. Вот мне кажется, это удивительно, так сказать, удивительная способность человека, как щелочью кислоту, нейтрализовать агрессию, злобу, нарастающую какое-то недовольство, угрюмость. А все-таки российское общество, мы северный народ. У нас очень суровые лица. Нас не так просто заставить улыбнуться, и вот, и не так просто заставить проявить свои какие-то чувства наружу. И калятки в этом смысле нам каким-то образом помогают. А ведь, ну, вот это вот непроявление наружу, это и есть закупоренность, на самом деле. И если эта закупоренность долгое время сохраняется, приводит к взрыву. Поэтому, видите, как меняется. Вот мы говорили про новую, там, прошлую программу. А тут, получается, даже старые формы, какие-то, они могут в разную эпоху по-новому восприниматься. Если раньше это было вредно, сейчас она как бы вот раз и понадобилась. И вот в этом может быть тоже новизна. Вот новый смысл, и какие вызовы время социум преподносит. А церковь должна реагировать на это, как живой организм этого общества, скажем так. Да, и удивительно, что у нас вот как-то, не знаю, мы перепрошиты, что ли. Мы учимся быть радостными на зло. Ну да, даже песня такая была. Я вот, да, на зло всем. Всему миру на зло. И я на зависть всем ребятам. Я на зависть всем вот. Как антитеза. Постоянная антитеза. Да, да. Мне кажется, калятки удивительным образом, опять же, даже это напряжение снимают, способны снять. И Рождество нас этому учит, чтобы мы были радостными, счастливыми, любящими, не на зло, а просто так. Отец Николай, спасибо огромное. Спасибо вам. Мне кажется, сегодня очень важный случился разговор. Я надеюсь, что нас посмотрит огромное количество людей. Поставят лайки. Да, поставят лайки. Вот. И мне кажется, что это тоже немаловажно, научиться у праздника Рождества праздновать любой праздник, уже даже независимо от того, религиозный он или нерелигиозный. Спасибо огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Присоединяйтесь в следующий понедельник. Будет так же, как и сегодня, интересно. Счастливых колядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин